Так, друзья, мы снова вместе. Напоминаю для новичков, кто не видел первую серию и кто не видел двух самых первых фильмов. Самый первый был, это я рассказывал о своих семенах, как я собирал посылку для Галины Литвиновой, хозяйки прекрасного крупного канала Галкинсад. Ответная любезность, она под камерой разобрала и прокомментировала эти самые мои косточки, которые, распаковывая посылку, подробно обстоятельно, но она тоже не могла рассказать все о городе. Когда начала рассказывать про статификацию, где начала там кончить, а потому что кончился фильм. Тогда я решил продолжить эту тему, потому что после нее не немного, не более 10-15 человек сделали заказ каталога, и не более 10 человек оплатили, и такие же косточки, как у Галкиного сада, как у хозяйки Галкиного сада, я им выслал. Значит, один-два человека заинтересовались. Зайдя ко мне на сайт, узнали, что есть еще обмоточная лента, она уникальна. Вот, видите, представьте себе, что мой напарник делает прекрасно, как бы, как бы, фабрично, как бы, это своим руками. Делает вот такие упаковки. Вот, это только часть рекламы, но главное, это для чего мы здесь, друзья, это продолжить эту тему, для того, чтобы у вас такие же были сады, как у меня. Когда я начал это показывать, я сказал, глядил под язык, вот, и придумал я вот эту папочку. Мы остановились вот здесь, где я гною абрикосы, сливы, вишни. Именно гною для того, чтобы были качественные косточки. Итак, вы когда-то вырастет в сайт такой, как у меня, кто-то станет профи, кто-то вырастет, по моим следам, питомник, станет зарабатывать, для этого ему тоже надо будет знать все, что вы сейчас узнаете. Итак, друзья, упали семена, полежали, подгнили, и с ними начинается работа. Выковырили, вымыли, ниже покажу, как я сушу. Вот, все это не жалея. Выбор семян. Я начал на этом говорить, на этом закончилась первая серия. Вот, смотрите. И то абрикос, и то абрикос. И то абрикос, видите мелко, и то абрикос. И то абрикос, и то абрикос. Вот эти вот, которые помельче, это сыновья манчжурских абрикосов. Второе, третье поколение. Это невероятно, не может быть никогда. Они перестали быть детьми. Вот эти вот, что справа. Они вкуснючие. Некоторые с кислинкой, но это такая кислинка, которая придает пикантность, даже вкус. А уж в качестве компота лучше, чем вот эти левые, слащавые. Вот. И они же служат второй этап, первый. Вырастили такие, и уже вкусные. Вот. И уже не дичают. Так. А потом самые продвинутые из вас свои ленточки понаделают. Но это хуже. Используют ленточки для обмотки в виде изоленты. Но это хуже. Или мои. Закажут и вырастят уже привитые. Вот. Как же вам сделать-то? Смотрите. Еще раз, внимание. А вдруг вы первую серию не видели? Вот она, смотрите. Смотрите внимательно. Вот. Куда я сейчас попаду? Вот это вот мой сайт. Вот здесь вот надо набрать сайт садовода Железова. В Яндексе, в Гугле. И попадаете на сайт. Но я в данном случае, в данном случае, вот. Я сразу, чтобы время не терять. Вот он сайт, фотогалерея. Вот те, кто видел первую серию, а я их предупредил, чтобы от зависти они умерли, положить под язык валидол и только потом открывать. Вот. Все это в Сибири. Да, у нас микроклимат. Но таких микроклимат не в миллионах садов. Ваших. Не в миллионах микроклимат. И вот. А в десятках миллионов. И если мы не ограничимся только посадкой и подготовкой семян, то я вас познакомлю и с технологией дальше. Уже более подробно. Посмотрели, вздохнули. Вот. И пойдем дальше. Итак, подвой, привой. Подвой, привой. Подвой, привой. Вот. Это ниже прививки. Это выше. Почему мне вот такие вот? Они так и растут. Когда привил дерево, да? Через некоторое время снизу раз появляется веточка. Я ее не трогаю. Я наблюдаю. Почему? Потому что, да, микроклимат существует. Да, мне удалось увеличить плоды полтора-два раза. Поверьте мне, Железово, потом еще покажу не одно, не два, а десятки фотографий, где плоды, которые не могут вообще расти в России. Нет ни в одной академии, нет ни в одном институте, в университете, ни в одном ГСОУ. Нету. А почему? Потому что это создание моих рук. Понимаете? Вот этот без названия. Я его называю крупноплодный желез. А что я могу поделать, когда такого нет нигде? Вот. Теперь немножко о технологии. Это персик. Что такое микроклимат? Ну, надо же говорить о семенах. Ох, а я не могу пропустить мимо. Видите, почти очень светлое рифленое железо. Вот. Спрятался от северного ветра, спрятался в жару, а еще и отбивая тепло от этого рифленого железа. И даже зимой, когда солнечные дни, здесь теплее. Вот. А вот это, посмотрите на дату, начало августа, впереди еще почти поллета. Тем более после этого весь август, полсентября было тепло. Ну, сдвиг по фазе, у нас была очень холодная весна. Посмотрите, сколько выросло. Знаете, сколько? Вот эта линейка. Вот эта 120 сантиметров, она еще и выше. Вот. И еще, я подчеркиваю, вы тоже будете делать, как я. Без полива, без подкормок, без перекапывания почек, без удобрений, без, как это называется, без подкормок, без опрыскиваний. Внимание. Без ничего. Ничего. Посмотрите на эту линейку, она стоит там, вот эта просьба с последнего года. Полтора метра есть? Есть. Вот. А это? А вы будете заниматься, в основном, будем говорить про абрикосы. Ну, и вот такие скромные получаются. Еще фотографии. Смотрите. Эту фотографию я сделал в погребе. Она как бы символическая. Внизу манджурцы и жердели. Так. Кстати, до сих пор не знаю, как правильно писать. Жердели, жардели. Ну, это уже не важно. Их в разных районах страны по-разному называют. На юге хотя бы они есть. Итак, чтобы вырастить вот такую роскошь, как банки, вот такие вот, нужно вырастить в начале два этапа. Из манджурцев и жердели вырастить деревья. И на второй год, крайне случайно третий, привить моими веточками. Это отдельный разговор. Значит, фотография сделана лет восемь назад. Из косточки. Подчеркиваю, непривитый. Правда, вырос он саженец в продаже не в моем саду. Он во мной куплен. И кто бы знал тогда, 30, что этому где-то примерно, может быть, двухлеткой купил. Ну, в общем, где-то ему 35-37 лет. Это манджурский абрикос патриар. Слегка оккультурился. Первые плоды были мелкие, дикие. Есть было невозможно. Но главные его дети оказались оккультурены. Он окружен культурными абрикосами. Потом, что более культурные. Вот. Наверное, сейчас я отправляю вас. Знаете, куда? А вот сюда. Для того, чтобы я не был голосовным, я покажу одну феноменальную вещь. Феноменальнейшую. Феноменальнейшую. Вот. Я их заранее не приготовил. Так, наберем Ваулин слово. Вот он, Ваулин. Так. Это очень важно. Дело в том, что этот успех, мой успех, дикий, страшный успех, был повторен единственный раз у единственного ученого, вот, у доктора наук Ваулина. Так. Вот. Каким образом? Сейчас покажу. Он повторен был так. И мне прислал вот эти фотографии. Эти же косточки были взяты в виде, это очень важный момент, они были взяты в виде, но сейчас возвращаться не буду на свою страницу, в виде косточек, которые, вот тот, где девушка обнимала, оно еще крупнее стало, огромнее это дерево, оно трехэтажный дом. Вот, значит, прям под ним росли сеянцы с карандаш, потому что высотой, потому что там вечная темнота, то есть вечная тень. Вот, он их у меня выписал, лет 12 назад, и вот что он вырастил. Внимание. Это его послание ко мне, можно проверить. Называется, на тот момент он был зав. кафедры, а последнее наше общение, он был исполнительной директора МИАСского института, как филиала Челябинского университета, можете проверить. Хотите, связывайтесь с ним напрямую, если среди вас есть люди настолько недоверчивые. Видите, это только часть показываю, потому что есть в другом месте, это надо искать. Его научная работа, его то ли реферат, то ли как, там моя агротехника описана, не подходить, ничего не делать. Вот, и там сравнение, если вы видите вот это, да, вот это, то там было еще интереснее, в каком плане. Он описывал среднюю урожайность, он примерно 28-42 килограмма, это много. Для молодых, для молодых десятилетних деревьев это много, а примерно десятилетних. А тут же он пишет, что другие формы с других садов, внимание, не 28-42, а 300 грамм. То есть выписывал откуда-то, а урожай, при прочих равных условиях, 300 грамм. Не 48 килограмм, или 42, а 300 грамм. А назвал другое учреждение, рядом, научное, селекционное. А у них 500 аж грамм, грамм, грамм. Вот это есть то, ради чего мы живем, то есть полный 100% успех. Это мой триумф. Вот, все это проверяется. Так, посмотрели. Закрыть текущую. Вот это дерево, а здесь росли сеянцы. Раньше они никому не были нужны, он мне написал. И получился такой результат. Мы потом о нем продолжим разговор. Потому что прошло 10 лет, 12, он мне прислал 20 тысяч рублей, купил крупную партию косточек уже сыновей этого манчжурца. Чего я вам желаю. Есть у меня папка с фото в садах учеников. Отвлекаться не буду, нам хоть чуть-чуть бы хватило времени на агротехнику. Поэтому потом, вот третья серия, четвертая. Я вам покажу папку, что это не шутки. По всей стране расползаются мои эти самые. Я отругал одну из женщин, которая живет в этом самом Ульяновске, которая мало того, что получила урожай, она на рынке стала торговать вот этими же плодами. Я потом отругал. Да ты имеешь совесть. Каждая котика имеет свою цену. Ура, на рынке пользуется спросом. Никто не верит, что это из Сибири, что она вырастила настоящие абрикосы. Это не отрава из этого, из Узбекистана или Турции. Представляете, в каком мы положении. Дошла до того, что уже мы имеем... Уже на рынке не косиками, как я торгую, плодами. Это считаете, что она дарит курице, которые несут золотые яйца. Ну, агротехника, вот она. Итак, желательно, уже когда помыли, надо их высушить, недолго, один-два дня, как правило, два дня, чтобы потом они не гнили и не пересыхали, с одной стороны. С другой стороны, чтобы они, будучи недосушенными, могут запреслить банки. А банки в холодильнике, в стеклянных банках с крышками. А вот это вот, желательно, на солнце. Тогда они становятся максимально здоровыми, так мы знаем. Посмотрели. Мое хранение. Вы от меня получаете, допустим, отсюда. Берется эти самые... Вот видите, вот тут ниже. Это уже распасованное, на высылку. Так, вот. А они берутся из этих же банок. Вот видите, здесь самое огромное. Вот я огромный. Это академик, это еще не распасованное. Вот они, академики. Вот. Вот написано. Поздний Филиппио. Последнее, последнее. Почему? Когда это было сделано? Ну, уже в сентябре этого года. Вот. Немножечко так лежат. Последнее. Почему? Позже взойдут. Позже зацветут. И меньше попадают под заморозок. Самый надежный абрикос на данный момент. Ну, в общем, посмотрели. Способ хранения вот такой. И даже если лишний год, некоторые, а можно я еще не готов, а? Или не готов, а у меня еще там стройка идет, а я еще землю не взял, а я буду переезжать, а я знаю, что, может быть, намекает на мой преклонный возраст, 71 год. Вот, пожалуйста, сделайте так, как сохранить, если я куплю сейчас, а посажу, допустим, в 23-м году. Вот. Вот и вам способ хранения. Абрикос Сен-Манджорс. Посмотрите. То есть, вы видели тот, что девушка обнимала патриарха, там у нее плоды полтора раза меньше и не очень вкусные. Ну, это тут уж ясно оккультурилось. Я даже догадываюсь, кто па-па. Кто па-па. От кого ветром надуло? Ну, конечно, от Амура. Видите, косточка хорошо отделяется. Так вот, дальше, значит, откуда вот эта фотография? И делать не собирался. Ваулин тот самый, я вам показывал его сортообразцы, его успех дикий. Для науки это успех, ладно, он забыл про меня упомянуть, что это мое все. И технология, и технология простая, в скобках, ничего не делать. Вот, оставить их в покое. А сами плоды, косточки от железа. И дальше не надо никакой геротехники, пусть себя растут и радуют. Даже за это уже не я, которого забыл, он уже должен был получить государственную премию. Новое направление, все это семена будут посеяны на 14 гектаров. Ждет успех дикий, и все равно медленно. Давайте рассылать по всей стране своим путем. Вот. А это, знаете, почему здесь? Буквально два года назад я получаю от него, это очень важный момент, потому что после этого вы мне еще больше будете доверять, 20 тысяч рублей, и просьба Саногорске и Абаканске выслать ему косточки, не пожалеть время на поездку в Абакан. Там, так, это два центра абрикосовых, тут Железов, тут Левицкий, тут Бородич, тут Сошников, тут Жестовский, тут Боднар. А там Байкалов, царство, а теперь царство ему небесное, значит, ему нужны были косточки простых сортов и, главное, с непривитых деревьев. И за это он мне прислал два раза по 10 тысяч. Я выполнил его задание, чтобы он знал, что же я ему высылаю. У меня десятки таких фотографий, вот, настоящих, извините, не с рынка. Вот, у меня, то, что фотография вам показывала, первую серию, умножьте на 50, тогда вы увидите все, что у меня есть. А вот это я взял до сравнения. Это у меня, это у Ваулина. Ну, разницы принципиально не вижу, так, вот. Но хочу сказать, что в Челябинске успех повторился. В Челябинске, в скобках, там, мяско, это недалеко от Челябинска. Вот, для сравнения. Итак, черешня и путь. Злат питомник. Этот питомник отличается тем, что когда-то он мои фотографии тоже присвоил. После моего возмущения он ее убрал. Но от этого честнее не стал. Во всех этих питомниках обязательно фотографии с интернета. Вот продают черешню ранее. Обратите внимание, какая она в натуре. Вы бы стали это покупать. А так как впереди учеба, я сравниваю, надо у кого брать. У них или роскошные саженцы у Железова, Сергей. Извините, это уже коммерция, это уже конкуренция. Вот, посмотрите внимательно. Если вот эти корни, если это и путь, если это черешня, то надо отсчитать не больше трех почек, вот здесь отрезать. Со слабой надеждой, что выживет вот эта вот часть. Это все вверх выбрасывается. Естественно, об этом не знает никто никогда. Все это садится. А когда-то я вам покажу результаты этого. Вот тут немножко веточек, а больше все мертво, как правило. Вот. Идем дальше. Вот это называется калаш. То есть, кто-то из моих клиентов взял, получил от меня книгу. Так. И получил от меня косточки и ленты. Ленты много. Значит, этот человек, видимо, не первый раз выписывает. Все-таки 100 ленточек, 400 ленточек впереди у него огромная работа. Так. И он это просто сделал в виде коллажа. Полюбовались. Вам того же желаю. Еще один калаш. Это от другого человека. Вот умеют наши люди. Смотрите. Костик побольше. Так. Вот. А вот это, так сказать, на экране реклама моя. Золотой запас России. Да, России. И больше этого нет сейчас. Уже на том свете. Боднер, Борис Осич, на том свете это все потери этого года, 21-го. И Латинков Юрий Алексеевич. Два современных гиганта. Вот. Их работа, их достижения недоступны науке. Когда-то про меня это скажут, но уже немного мне осталось. А пока так. Еще один прислал фотографию. Он получил от меня косточки, ленточку и черенки. Черенки мои считаются лучшими в России. Если бы узнали, какую дрянь мне присылают. Но это второй этап. Пока давайте разбираться с косточками. Итак, подготовка семян. Перегнили. Вот это уже в работу поступают. Ковыряние. А эти, пусть они упали. Но я их для страховки еще будут гнить. Неделю-две. Вот. Посадка осенью или под зиму. Смотрите. Вот, допустим, или стратификация. Вопрос принципиальнейший, важнейший. Сейчас глоток сделаю. Глоток. Чаю. Так, поехали. Значит, вот они лежат. Допустим, тут даты нет. А, это прошло. Ну, всего год, как я наладил дату на фотоаппарате. Пусть этот снимок два года назад сделал три. Главное, что это в холодильнике. Хранение при температуре близко к нулю. Тонкости потом. Где ближе, где дальше от нуля. А здесь получается так. Получили. Распасовали. Вот такие баночки. Можно еще меньше с крючками. Вот это все. Сейчас покажу. Вот эти. Распаковываются. Это важнейший момент. По стеклянным баночкам. Название. И холодильник на длительное хранение. Итак, осенняя посадка. Она называется естественно. Осенняя или под зиму. Когда лучше? В августе. Некоторые советуют, как упали плоды. Помните знаменитое выражение, кажется, Мичурина? Съел и закопал. Но она зараза до зимы. Грядка покрывается зеленью. Вот такое свойство. Раз. Больше шансов сесть мышами. Потому что если закапывать не глубоко, как я советую, иначе мы это будем проходить ниже. Основание штамба оказывается под землей. Основание штамба. Когда из глубины, большой глубины, росток появляется. И вот столько, допустим, вот столько. Это потом ниже. Я просто упреждаю. 5-7 сантиметров. Штамба оказывается под землей. И сгнивает у одних медленно, у других быстро. У одних поливает чаще, быстрее сгнивает. Не поливает медленнее, но обречен. Особенно груши и абрикосы. Это будем проходить потом. Но мой совет. Чем ближе к зиме. И мыши ждут. Как они ждут. Посадишь по железу не глубоко. Доберутся. Пока посадишь глубоко, не доберутся. А весной даже с большой глубины всходят. Но обречены. Почему я это говорю? Сейчас у нас через 5 минут остановится запись. И это будет вторая серия. Хотя бы это успел сказать. Итак, подзимний посев. Схожесть от 0 до 100. Ну, 100 может не будет. Может попасться там из десятка одно какое-нибудь. А не взошедшее. Или она бракована. Или у нее есть качество такое. Сходить через год. Это от катаклизма специально. Природа разбросала качество по разным костикам. Разное. Чтобы они не всходили одновременно. А некоторые, чтобы не всходили всего один год. Это тоже будем проходить. А пока что посадили. Ждем. Но с мышами придет бороться. Это будет ниже. Стратификация. Так. Ну, это я вам еще пока не нашел до стратификации. Что мы видим? Мы видим еще одну такую банку. Но уже. Это я для вас заготовил. Они уже в песке. Видите вот справа. Слив ассорти. Что такое ассорти? Смесь разных слив. Это так интересно. Почему? Ну, чем хороши. Угадать со сроками сложно. Вы получили. А вам нужно еще сохранить. Посадили. Одни взошли. Другие нет. Ну, хорошо, одни взошли. Пусть не все. Вот. А потом ждем чудо. Мы не знаем, что такое. А вдруг чудо. И ждем, когда оно заплодоносит. Эти же сливы китайские. Ассорти номер три. Их даже не надо это. Прививать. Они уже будут вкусные, сладкие, разные. А потом захотите, сейчас привьете. Вот это вот, как бы я специально делал. Это особый снимок. Понимаете? Еще фактически осень. Как еще теряются, мы теряемся. Например, я, это лоджия. В ней тепло. На улице зима. А здесь 100 минус, 100 плюс. Вы представляете, что получается? Провокация. Самая настоящая провокация. Вот. Это говорит о том, что при неустойчивом климате, а сейчас в всей стране неустойчивый климат. Место мороза могут быть. Вот теперь вместо зимы дожди идут, потом наоборот. Уже деревья проснулись, бах, мороз. Сколько из этого потерь. Вот. И я специально спровоцировал, сделал специальную фотографию. Провокация называется. Вот. Таким расчетом, чтобы вы знали. Почувствовала. Выставил на ложе. Приготовился. Достал с холодильника. Специально. А на заразу попало в тепло. Еще и зимы-то нету. Проснулась. Что бывает? Ясно, уже вот те, которые проснулись, погибнут. Когда? Когда? Ну, впереди еще зима. Можно при норе хранить и до весны. Небольшие потери. Там несколько проснулось. Переросло. Но главное-то не это. Я покажу, что происходит в природе. Посадили осенью. Она взяла, уснула. Минус пять, минус десять. Потом здрасте. Плюс пять, плюс десять. А то и пятнадцать. Посмотрите, что творится. Выгляните на улицу. В любом регионе. Плюс пятнадцать. А она проснулась. Вторичный мороз и погибла. Все. Почему? Нельзя просыпаться ни в ноябре, ни в декабре. А такое случается. То есть, вывод. Садим поближе к зиме. Чтобы вот избежать вот этого вот разброса. Провокации называется. Вот. Жердели. Видите, как много. Это Сергей Жерезов, мой сын. Взял. Жердели он продавал отдельно, непривитые. Вот. Посмотрите, умеет он. Почему без земли? Уже аккуратно земли достатые для посадки. Большинство из них зайдет, можно не сомневаться. Вот. Это профессионал. Обратите внимание на дату. Восьмого июля. Ой. Какой июля? Я уже старею, заговариваюсь. Восьмого января. Ну, пусть это не свежий снимок. Семнадцатого года она была на сольфикации. Потом достали мы ее где-то, ну, в середине апреля. Сколько получается? Февраль, март, апрель. Три месяца пролежали. Это жердели. Вот, запоминайте, жердели такие сроки. От двух с половиной до трех месяцев. Срок стратификации. Срок стратификации в холоде, в холодильнике. А в этом взято из погреба. Обратите внимание, рядом банки, банки. Это было из погреба. Но с таким расчетом, что в погребе чуть-чуть теплее. Поэтому они даже некоторые немножко переросли. Идем дальше. А теперь обратите внимание, китайка, желтая. Ну, в общем, желтая, кажется, синяя или красная. Одни из разновидностей китайки. Стоит чуть-чуть проворонить. И теперь на выброс. Так, наше время истекает. Осталось полминуты. Вот это важнейшая тема. Если осенью сфотографировать, смотрите, что бывает к январю. Все, ребята, на самом интересном месте. Сейчас отключится этот самый. А чтобы продолжать, это будет уже третья серия. Благодарю за внимание, друзья. Я отключаюсь. Привет, Галине Литвиновой. Привет вам всем, друзья. Надеюсь, что вы увидите эту серию. Если Галина Литвинова не сможет опубликовать по каким-то причинам, я у себя опубликую. Канал называется «Садоводство по железу». Благодарю за внимание. Садоводство по железу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...